Ремонт социальных объектов стал основной темой в ходе традиционного приема граждан, который правил губернатор Игорь Руденя. Причем это были не только сотрудники учреждений, но и просто неравнодушные жители муниципалитетов. Об этом рассказывает наш корреспондент. Детский сад номер 131 расположен в микрорайоне Соменко Заволжского района Твери. Рассчитан на 210 воспитанников. Однако в июне его пришлось закрыть. Детей распределили по другим дошкольным учреждениям. Причина аварийное состояние здания. Идет обрушение фасада, большие трещины, есть сквозные трещины, которые уже на протяжении ни одного года присутствуют в здании. Течет крыша, из-за трещин промерзают стены, соответственно в саду очень холодно, дети без конца болеют, сырость. Как отметил губернатор, на проведение ремонта разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение госэкспертизы. Заключен контракт на выполнение работы с подрядной организацией. Здания приведут в порядок за счет средств областного бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета. Работы начнутся весной следующего года при наступлении благоприятных погодных условий. Денежные средства выделены, но думаю, что исходя из такого состояния детского сада, физического, наверное, потребуется дополнительное финансирование. Поэтому съездим туда, сами хочу посмотреть, что там происходит. И я полагаю, что мы попробуем за следующий сезон его привести в порядок. В общежитии Ржевского колледжа имени Петровского давно нужно отремонтировать кровлю. Там обучаются свыше 260 студентов. Часть из них приезжие, в том числе из других регионов. Однако многим из них приходится снимать квартиры, так как в студенческих комнатах жить невозможно. Кровля течет, будь это снег, дождь, соответствующая с пятого этажа по первой проходит вода. Естественное разрушение потолка, стен, электричество, замыкание. Ремонт постоянно требуется. Планируется провести этот ремонт в первом полугодии 2023 года. Надеюсь, что в декабре уже они приступят к процедурам, конкурентам нашей министерской промышленности для примечения подрядчика и заключения договоров. Заключение договоров – это первый квартал. И я думаю, что за 3-4 месяца, в следующий год, они эту работу проведут. За Тверской поликлиникой номер 2, 7-й горбольница, закреплено 42 тысячи жителей Заволжского района. В учреждении работают 69 сотрудников, в том числе участковые терапевты, неврологи, хирурги, офтальмологи, эндокринолог. Плановая мощность – 250 посещений в смену, фактически это 350. Три года назад здесь провели капитальный ремонт, но только в одной части здания. Состояние другой оставляет желать лучшего. Поликлиника в ужасном состоянии. То есть приходишь, сидишь много часов в этой очереди, лицезреешь эти стены, торчащую проводку, на потолке все висящее. Ну, в общем, ужасное состояние, краска вся оплупившая. Ремонт планируем начать с конца текущего года, во второй поликлинике. Самый единственный вопрос остался с посадами поделиться. Мы зданием 28-го года, и вот это крыло, которое не отремонтировано, там получается и полы надо будет переделать, все перекрыть. Перегородки все будут снесены, там будет полностью капитальный ремонт. Кроме того, еще принято решение по проведению порядок дорог вокруг территории второй поликлиники. На проведение капитального ремонта в поликлинике номер два уже разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...